Вспышка. Автомобилист в ужасе бежит прочь. В этот момент его собеседник совершает ошибку и дергивает пистолет из горловины бензобака. Струя горящего топлива моментально заливает все вокруг. Пламя охватывает колонку и заднюю часть жигулей. Вероятно, причиной возгорания стал заряд статического электричества. Искра возникла в момент, когда автовладелец коснулся машины рядом с люком бензобака. В эфире новости. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Вы вообще помните, что произошло? Да я все пьяный или во мне. Редет района за 2016 год. Перевыполнен специнференция глава администрации Белоробша Аслана Барателли. Спасение их работа. Годовой отчет министерства по чрезвычайным ситуациям Абхазии. Я искал ее, не нашел. Адрес сказать на сайт. Лучшая работа года в день открытия главной площадки искусства. Центральный выставочный зал после каприида. Начнем с внешней политики. В ответ на заявление министра иностранных дел Грузии Дженни Лидзи о том, что безвизовый режим в Грузии, введенный Европарламентом 2 февраля, будет действовать также для так называемых жителей оккупированных территорий, Абхазии считает необходимым подчеркнуть, что принятое Европарламентом решение может распространяться исключительно на граждан Грузии и никак не касается граждан Республики Абхазии. Мы расцениваем заявление Дженни Лидзи как очередную неуклюжую попытку тбилисских властей вовлечь граждан Республики Абхазии в политика правового пространства Грузии. Очевидно, что после полного провала затеи с так называемыми нейтральными паспортами власти Грузии решили использовать еще одну приманку для граждан Абхазии в виде процедуры либерализации визового режима со странами Европейского Союза. Нет сомнений, что эта новая попытка Тбилиси втянуть граждан нашей страны в Грузию, как и все предыдущие, заведомо обречена на провал. Исходя из вышеизложенного, МИД Абхазии заявляет о беспроспективности попыток властей Грузии использовать граждан Республики Абхазии в собственных политических манипуляциях. Если грузинские руководители искренне обеспокоены вопросами свободы передвижения граждан Республики Абхазии, то им следует отказаться от политики международной изоляции наших граждан, которым по вине Тбилиси отказывают во въезде в страны Европейского Союза. От политики внешней к внутренней. Немногим больше месяца осталось до выборов депутата Народного собрания. Согласно данным, на 3 февраля в Центрисбиркоме зарегистрировано 120 инициативных групп по выдвижению кандидатов депутата парламента и 4 политические партии. Между тем, не провоцировать новый виток напряженности в обществе и не баллотироваться в депутаты парламента потребовали от Александра Анква в ветераны Абхаж. Об этом говорится в заявлении общественной организации ветеранов Отечественной войны народа Абхазии. Расценивает призывы к возвращению Александра Анква как прогвокационной ведущей к дестабилизации обстановки в стране и ассоциации женщин-инвалидов в участниц боевых действий Отечественной войны народа Абхазии. Продолжаем выпуск. События дня. Доходная часть бюджета Гулорыбовского района за 2016 год выполнена на 104%, сообщил на пресс-конференции Варсмира глава района Аслан Барателия. О реалиях жизни района, его проблемах и достижениях в репортаже Анастасии Никоновой. Результаты работы администрации Гулорыбовского района за 2016 год его глава Аслан Барателия назвал положительными. По его словам, доходная часть бюджета района выполнена на 104%. Из запланированных 157 миллионов в казну поступило 164 миллиона рублей. За счет сэкономленных средств решением актива района в конце минувшего года учителям, врачам и работникам культуры выдана 13-я зарплата. В итоге у нас получилось выдать эту 13-ю зарплату. Была внесена в это мероприятие ложка дегтя, но экстренным вмешательством Министерства МВД и оперативными их решениями все встало на свои места и 13-я зарплата выдана практически всем школам, за исключением четырех школ. Основную зарплату все получили, но 13-ю зарплату не получили четыре школы. Причина кроется в том, что деньги все истребованные находятся в Министерстве МВД. До решения суда мы не можем этими деньгами воспользоваться. Что хотелось бы сказать по поводу жилищно-коммунального хозяйства. В конце 2015 года была такая же ситуация, как в конце 2016 года. Мы опять-таки перевыполнили бюджет, у нас остались свободные средства. Мы согласовали эти средства с Министерством финансов, президент это одобрил. И были приобретены районом, тоже впервые за послевоенные годы за счет собственных средств, были приобретены две единицы спецтехники. Это мусоровозы с боковой и с задней погрузкой. Сейчас с помощью указанной техники от стихийных свалок, созданных самими жителями, очищается один из самых больших районов Голорыбша – Агудзера. По словам Аслана Барателли, по плану работы должен завершиться к концу февраля. Четвертого квартала прошлого года, по сегодняшний день, мы занимаемся тем, что разгребаем эти свалки. Очень сложная ситуация у нас стала вставить погода. Если 23 года подряд нас беспокоил только Кодор, теперь основную проблему нам стали создавать те речушки, малые речушки, которых летом практически нет у воды. Зимой, если даже она и появляется, то не во всех реках. Потом каналы, наверняка были водоотводы специальные сделаны. С позапрошлого года мы начали заниматься этим вопросом. До сегодняшнего дня мы этим занимаемся. Расчищены русла рек из Тонки, Владимировки, Дранды, Пщапа. Потрачено собственных средств порядка 6 миллионов на сегодняшний день. Оставшиеся русла рек – это не просто так нам захотелось, и мы там чистили рыбу. Мы смотрели за два года, где больше ущерба наносили эти поводки. Ударившие в начале декабря сильные морозы сгубили основной урожай цитрусовых, как рассказал в ходе пресс-конференции глава одного из самых крупных сельскохозяйственных районов страны. По самым скромным подсчетам, наше хозяйство понесло убытки порядка 8 миллионов. В апреле 2014 года в Агудзере после капитального ремонта был открыт спортивно-оздоровительный комплекс. Различные спортивные секции позволили юным жителям района с пользой проводить досуг. Но спустя полтора года в залах комплекса провалились полы. По мнению Аслана Барателия, виной тому недобросовестная работа строительных бригад. Вопрос финансирования ремонтных работ решается, заключил глава района. Анастасия Никонова, Раму Камки, Абаза ТВ. Итоги минувшего недавно года подвели в Министерстве по чрезвычайным ситуациям. На общем собрании ведомства от руководства страны присутствовал вице-премьер правительства Аслан Кубахи. Он отметил слаженную работу ведомства, результатом которой ежегодно становятся сотни спасенных жизней, а также немалая часть государственного и частного имущества. По словам самих спасателей, 2016 год выдался нелегким. Однако за это время им и было выполнено множество успешных операций. Выполнить во что бы то ни стало и в указанный срок. Так звучит главный закон спасателей. Следуя ему, часто приходится рисковать собственной жизнью, чтобы сохранить чужую. Сделать подобный вывод можно и выслушав доклад первого заместителя министра по чрезвычайным ситуациям в республике Тиграна Делеполтяна, о проделанной сотрудниками ведомства о работе за один только 2016 год. 2 января 2016 года в нашем Ахуранском водопаде, расположенном в севере Цибельда, получила травмы головы и спины отпупавшего со скалы глыбы льда жительница города Самары Российской Федерации. Операция осложнялась наличием пересеченной местности, климатических условий в виде снега и минусовой температуры. Слаженными действиями спасателей пострадавшая была доставлена в лечебное учреждение. Как известно, для спасателей не существует ни выходных, ни праздников. Наоборот, в то время, когда все отдыхают, происходит множество нестандартных ситуаций. Справиться с их последствиями бывает невозможно без участия специалистов МЧС. Не стал исключением и год 2016. Уже с наступлением первых январских дней спасателям пришлось серьезно потрудиться. 7 января 2016 года произошел обвал склона дороги на Рицу, 20-й километр трассы. Трасса была перекрыта на некоторое время. За обвалом были заблокированы автомобили. В ту же ночь дорога была разблокирована и расчищена. 14 февраля 2016 года были найдены тела двух пропавших охотников в ноябре 2015 года на горе Чедым. В тяжелейших условиях спасатели и родственники пронесли тела на 30-километровое расстояние, а уже потом на автомобилях доставили по месту проживания. Зимой работа спасателей осложняется холодными климатическими условиями, ведь зачастую приходится работать в отдаленной от побережья или горной местности. Летом работы не становится меньше. В поисках заблудших туристов порой приходится проходить километры лесных территорий. Для успешного завершения операции в особо сложных ситуациях привлекают специалистов иных ведомств, а также прибегают к помощи коллег из России. По линии международного сотрудничества в 2016 году проделан большой объем работы, отметил министр по чрезвычайным ситуациям Лев Клициния. Многие наши граждане поступили в самые престижные вузы Российской Федерации. Было организовано множество поездок, встреч, совместных учений с участием не только российских граждан, но и других стран. Также была организована коммунитарная помощь в Донецкой и Луганской народной республике. Мне бы хотелось отметить взаимодействие с Министерством внутренних дел, с Министерством обороны, со всеми ведомствами, со службами городских администраций. Еще одна совместная операция в акватории Гагарского района по поиску обломков потерпевшего крушения в декабре 2016 года ТУ-154 Минобороны России, к сожалению, результатов не дала. В то же время необходимо отметить слаженную работу наших спасателей, незамедлительно пришедших на помощь российским коллегам. По словам вице-премьера правительства Аслана Кубахи, результаты деятельности Министерства по чрезвычайным ситуациям высоко оцениваются не только населением, но и руководством страны. В шестом году было создано Управление по чрезвычайным ситуациям. И начальником Управления был назначен Лев Константинович, который уже более 10 лет руководит этим подразделением. Пусть никто не говорит, человеческий фактор, он как и на войне, и в мирной жизни играет очень большую роль. Его личная связь, его истинная любовь и уважение и патриотизм к Родине сделала все. Мы имеем сегодня то, чего мы имеем. При этом отчетный год стал юбилейным для ведомства. За 10 лет работы с сотрудниками Министерства осуществлено 38 079 выездов, спасено 512 человек, потушено 8 839 пожаров, обезврежено 1500 взрывоопасных предметов. Подписан ряд международных договоров по взаимодействию при ликвидации чрезвычайных ситуаций. Осуществлялась доставка гуманитарной помощи жителям Донбасса. Амелия Сатурян, Торни Камичба, Абаза ТВ. Культура. Выставочный зал Союза художников в Абхазии открыл свои двери для посетителей после ремонта. На открытие пришли десятки людей. Художники, скульпторы, простые граждане, которые с нетерпением ждали выставки в новом зале. Участие в церемонии открытия принял президент Рауль Хаджимба. Илана Казамба с подробностями. Более восьми месяцев ценители прекрасного не имели возможности утолить свой культурный голод на Ниве абхазской живописи. Выставочный зал Сухума был закрыт на реставрационные работы. Сегодня его стены вновь увешаны картинами лучших из лучших. Зал полон посетителей. Свою профессиональную оценку выполненным работам дают сами художники. Мы положительно, конечно же, на все это реагируем. Мы рады тому, что наши залы приведены в порядок. Мы, строительные бригады, которые работали на этих площадках, подняли наши залы до определенного высокого уровня. Почему теперь и наши работы, и работы художника, конечно, должны соответствовать. Они, в принципе, соответствовали всегда. Но сегодня, наверное, вдвойне груз ответственности лежит на всех наших художниках. Проведена большая и кропотливая работа. Работа, которая была не просто ремонтной работой, но такие реставрационные. Потому что многое из старой архитектуры было сохранено. Но кое-что уже новое влилось в эту архитектуру. Открывала выставку, проходившую параллельно, министр культуры и охрана историко-культурного наследия Эльвира Арсалия. Она отметила важность открытия отремонтированного выставочного зала и подчеркнула роль финансовой помощи России в реализации подобных проектов. Надо сказать, что вообще реставрационная программа экономического содействия, социального развития, которая помогла в Афгазе восстановить не одно учреждение культуры. Ее, конечно, роль ее формирования очень сложно переоценить. Работают театры, музеи, библиотеки. И программа 2015-2016 года позволила нам реализовать два очень важных для нас проекта. Это здание Государственной Капеллы, которое находится рядом, и выставочный зал Союза художников. Кроме того, что они сами по себе очень интересные памятники архитектуры, то еще в них находятся и действующие наши творческие коллективы. Новый зал – настоящий подарок для художников нашей страны и всех ценителей искусства, отметил в своем выступлении глава государства Рауль Хаджимба. Все мы с нетерпением ждали этого события. У деятелей искусств вновь появилась возможность представлять здесь свои работы, а у зрителей посещать экспозиции в одном из знаковых мест нашей культурной жизни. Символично открытие в один день выставки абхазских художников на присуждение премии Министерства культуры «Лучший художник года» и Центрального выставочного зала Союза художников Абхазии. Отрадно, что Центральный выставочный зал приобрел технические возможности, которые позволяют проводить более масштабные и разнообразные творческие мероприятия. Поздравляю всех с этим событием. Открытие зала совпало с юбилейной 15-й ежегодной выставкой художников Абхазии. Это знаковое событие в культурной жизни страны, отмечают участники. Победителям экспозиции, которых выбирает представительное жюри, Минкульт вручает денежные призы. Между тем у художников еще много сюрпризов для любителей искусства. Предполагаем открыть после этой выставки. У нас будет выставка двух художников. Это Батала Джоку и Адгура Ампар. После у нас будут также какие-то персональные выставки наших художников, совместные выставки наших художников осенние и весенние. В этом году мы предполагаем открыть выставку наших гостей из Кабардино-Балкарии. Ну и много-много чего, чего пока бы нам не хотелось бы раскрывать. Работа экспозиции абхазских художников продлена. Все желающие могут посетить ее уже в новом выставочном зале. Лучшей работой 2016 года в день открытия выставочного зала был признан Абсуа Хузба. Абхазский традиционный нож кузнеца Тимура Дзадзария. О том, как сегодня живет кузнечное дело в Абхазии и кто в наши дни посвящает ему жизнь, репортаж Леонора Гелаян. Тимур Дзадзария начал заниматься кузнечным делом всерьез более 20 лет назад. Сегодня у него своя кузня в Гулрыбше, в которой помимо него трудятся еще несколько мастеров. Айнар. Этим именем кузнеца из нардского эпоса и называется кузня мастера. Кованые решетки для окон, различная металлическая утварь для пацхи, предметы интерьера и, конечно, оружие. Холодное оружие для всего Кавказа в целом и Абхазии в частности – неотъемлемый этнический элемент. О работе, получившей звание «Лучший» в ушедшем году, рассказал сам мастер. Она сделана в 2016 году, в начале 2016 года. В традиционной манере я использовал там мозаичный дамаск отдельно, отдельно сталь. Все это между собой сварено кузнечным способом. Ручка роговая, кожа и оплетена козелкой. Входящий в гильдию оружейника в России абхазский кузнец Тимур Дзадзария сегодня в своем ремесле действительно несравненен. В Абхазии издревле кузнечное дело считалось священной профессией, а сама кузница была и остается местом, где также читаются молитвы и совершаются жертвоприношения богам. Традиция и культура – это твое лицо. Как ты относишься к традициям и культуре, так ты будешь и выглядеть. Если ты будешь относиться к ним поверхностно, к тебе точно так же будут относиться. Это самое важное. Язык, культура, традиция, ценности – все это, конечно, важно не без этого. Это обязательно должно быть. Сегодня в Айнаре работает профессиональная команда кузнецов. Мастера ставят перед собой новые задачи, среди которых подготовка специалистов ювелирного дела. Ювелиром, когда я говорю, я не говорю о тех людях, которые там кольцо делают, цепочку запаяют и так далее. Ювелиром, которые могут оформлять оружие. Оформлять оружие таких у нас нет. Сейчас я занимаюсь этим вопросом, тоже написана программа. Какая-то часть работы мной уже сделана. Если ты не займешься, за тебя никто не займешься. В кузню к мастеру Дзадзаря в каникулы часто приводят юных ребят. Прикоснуться к истории и ощутить, что можно творить ее и сегодня. Некоторые молодые люди задерживаются. Приводят, особенно в летное время, знакомые мои друзья, своих детей на недельку, на две недели. Возраст детей 13-14 лет, 15 лет. Ну, ознакомливаются они с процессом работы в кузне. Вот я благодарен парню, Исхан Смыр. Вот он сейчас со служилами пришел. До этого он пришел после школы ко мне учеником. Проработал год. Потом он шел в армию. Сейчас окончил армию, опять пришел и работает. Это вот один, который как бы сейчас закрепился. Сам Исхан Смыр признается, придя в кузню впервые и предположить не мог, что ремесло настолько затянет его и станет не просто увлечением. Если честно, мне как-то в голову не приходилось работать даже на кузне. Отец как-то направил, говорит, пойди, посмотри, понравится тебе или нет. Я как-то поехал. С Тимуром познакомился, пообщался, мне понравилось. У меня не очень много работы. Штук пять-шесть ножей вот таких вот абхазских. Пока я учусь, изучаю пока. Еще одна композиция, представленная в обновленном выставочном зале «Кузней Айнар» – «Три воина». Автором является Давид Джопуа. Работа еще издали привлекает к себе внимание. Здесь и оборонительный щит, и лук, и копья. Кузнец Джопуа признается, от первоначальной идеи осталось мало, ведь планировались вовсе три балерины. Однако создавать хрупких дам в продолжении оружейной темы Давид не стал. Я работал не столько долго, сколько это все обдумывалось, и как-то в голове все крутилось. Скажу честно, где-то около года-полтора я все-таки никак не мог к этому приступить. Ну, какие-то были свои моменты, и заодно я обдумывал, что и как будет. Ну, в принципе, от первоначальной задумки все очень многое изменилось. У меня вообще должны были быть три балерины, да, и потихонечку тут еще так получилось, что мы должны были ножи свои выставлять. Как-то сама идея переросла вот в этих солдатах. Скорее, я больше хотел показать их воинственность, гордость и готовность к каким-то боевым действиям. Молодой кузнец в ремесле уже шесть лет, из них два года в Айнаре. Давид Джопуа рассказывает, что и сегодня изделия, созданные в кузне, пользуются спросом. И пусть современные заказчики зачастую не могут точно сформулировать собственные желания, готовыми предметами остаются довольны всегда. Что касается мотивации работать в кузнечном деле, тут она у каждого своя. Человек, который один раз попадает в кузню, он по-любому какое-то желание, хочет того или не хочет, возникает, опять попасть и что-то сделать своими руками. Вот сколько у нас знакомых, друзей приходят на кузню чисто по каким-то своим делам, потихоньку в процессе работы нас отвлекают, начинают там «давай я это сделаю», «давай я». И как-то, ну, огонь он всегда манил к себе, и кузне, и огонь – это одно целое. Мне кажется, какая-то вот такая мания есть. Некая архаичность этой профессии сосуществует рядом с ее же востребованностью. К изготовлению каждого элемента мастера подходят творчески. Вся работа делается одним человеком вручную. Если говорить о ножах, то начиная от ковки, включая обработку клинка и заканчивая сбором рукоятки. Творческая мастерская «Кузнецов Абхазии Айнар» создана в 2004 году как Центр по развитию народного промысла, призванный возрождать, восстанавливать и развивать на новом уровне секреты кузнечного мастерства издревле присущего народу Абхазии. Немного о спорте. Встреча президента ФИДЭ Кирсана Илюмжинова с президентом Федерации шахмат Абхазии Константином Тужба состоялась в Москве в рамках турнира «Москва-Опен-2017». Встреча прошла в теплой дружеской обстановке. Кирсан Илюмжинов проявил большой интерес в развитии шахмат в Абхазии, положительно оценил введение факультативных занятий шахматной школы города Сухом, а также высоко отметил международные соревнования «Абхазия-Опен», которые проводятся уже 15 лет, отметил Константин Тужба. И в завершении выпуска прогноз погоды. В субботу 4 февраля в Сухуми ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха днем плюс 13, ночью 3 градуса выше нуля. Выпуск новостей завершен. Я с вами прощаюсь. Всего доброго и приятных выходных. Субтитры подогнал «Симон»!